Счастья, долгие годы и обвиняйтесь. Представители гражданского сектора сегодня обсуждали в Астане, насколько эффективно и прозрачно неправительственные организации расходуют бюджетные деньги. И вот предварительные выводы, которые сделали независимые эксперты. Государство выделяет деньги только своим НПО. Те соглашаются на любые условия, чтобы получить государственный социальный заказ. Занижают стоимость работ, трудятся в долг, при этом о качестве услуг мало кто заботится. Есть даже какие-то коррупционные схемы, которые применяются, я это не исключаю. Ну и мы все прекрасно знаем, что в Казахстане сейчас есть так называемые государственно-организованные неправительственные организации, ГОНГа их называет, которые начинают работать. Я не против них, но если им создавать такие тепличные условия и создавать условия, чтобы они выигрывали, то есть если сегодня мы рассматриваем это как главного стратегического партнера, то можно ли опереться на что-то слабое, искусственно созданное? Нет, конечно. По мнению гражданского активиста Галыма Агилеова, власть не должна делить гражданский сектор на своих и чужих. А этого можно достичь только путем максимальной прозрачности при распределении государственных денег. Я думаю, что в нашей стране власть должна быть мудрой, и поэтому дать возможность всем НПО участвовать и предоставить абсолютно равные условия для всех НПО, вне зависимости от того, как они, кого они поддерживают, кого-то лоббируют. Не должно быть лоббирования своих НПО, потому что у нас в стране коррупционная составляющая очень высокая, поэтому каждый из представителей комиссии, они могут иметь свою заинтересованность. Вот чтобы этого не было, нужна абсолютная прозрачность, и поэтому именно министерства должны инициировать вот эту антикоррупционную борьбу с теми, чтобы не давать гранты только своим НПО. Сегодня в Казахстане зарегистрировано около 27 тысяч неправительственных организаций, которые обязаны помогать простым людям, но только горстка из них пытается изменить жизнь к лучшему. Основная же часть паразитирует за счет государства. В итоге музыку таким фондом и объединением заказывает, естественно, власть.